Солитошим, дорогие друзья, с вами Дода, 54-я серия совместного прохождения с Сергеем Шкайдуром, рандотовар в акции Зумидио! На вещи я это всё выговорил, нормально, поехали. Итак, фракция Зумидио-Зима, 209-й год до нашей эры, приближаемся мы тем временем потихонечку к перемене дат. И что там сделал Сергей, давайте. Кстати, я посмотрю, Сергей осадил Аполлонию, но, к сожалению, подошло подкрепление. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, плохо, плохо это дело всё, конечно. Так, ну ладно. Но я бы хотел, конечно, заняться немножечко другим. Я бы хотел потихонечку вытаскивать уже... Опа-на! Греция объявила войну Брутом, это очень хорошо. Я бы хотел потихонечку посмотреть вот на эту ситуацию здесь, в первую очередь. Так, я смотрю, что лобное место нужно построить будет. Так, ну и здесь, конечно, надо войска. Мать! Ещё. Могучий полководец. Приказы. Приказы. Мой повелитель. Уходим. Приказы. Чего? Господин! Уходим. Вот так. Господин! Так, ладненько. Мы пока готовимся. Мой повелитель. Пока мы только готовимся. Так что... Не особо пока что рассчитываем на что-то. А вот так вот. Хорошо, выйти здесь мы пока что не можем. Так, Аквинкум наш! Ух ты! Вот это да! Вот это вот интересно, конечно, да. Так. Да, бедный Юваум в осаде. Батавадур тоже наш. Так, тайного агента, давайте. Да, вы... Отправим. Только тут у нас ещё агент. Я выполню любой приказ. Ну чё, куда его? Ну, там мы давайте. Так. Значит, давайте разбираться по порядочку. Потому что... Саморабриво, окей. Так, значит, давайте начнём с Маганциака. Во-первых, хватит тут мать крестьян. Во-вторых, я бы хотел здесь крестьян вывезти. Мой повелитель. Мой повелитель. И перебросить их в Батавадур. В Батавадуре надо... Готовим засаду. Починиться. После чего... Ну, после чего чё-то тут делать. Так, ну здесь надо, очевидно, сражаться с капитаном Виндоморуцием. Я выговорил это слово. Дальше, после чего идти на Бордескольм, а эту армию отправлять в Батавадур на Адаме. Крестьянами мы заткнём проблему в Батавадуре. Окей, хорошо. Здесь... Войска бы нанескали. Так, у нас тут... Члены Кругфрей, изменение рост населения в полтора процента. Полтора процента они... Да? Что значит? Вообще, значит, конечно, тут пять с половиной. Так было бы четыре, медленнее. Нет, давайте, ладно, пока оставим. Будем менять. Будем строить пока хромбала. Так, хорошо. Это здесь. Здесь мы вопрос решили. Дальше, что у нас тут? На флоте должна быть армия. Ага. Да, мой господин. И говорит, что опасность. Корабли готовы. Мне опасность. Корабли готовы. Да, мой господин. Я не вижу, что здесь происходит. Меня это бесит. Могучий полководец. Можно в Сигестики заказать тайного агента? У нас вообще вот тут тайный агент должен быть где-то. А, Сергей его увел. У нас мало тайных агентов. Не знаю, как вы, но я испытываю потребность. Да, мой господин. В наличии тайных агентов. Готовы поднять парус. Так, ладно. Значит, что мы тут должны сделать? В салоне пока останемся. Давайте армию Сифакса. Ну что, на Белозору попробуем ее развернуть. Попробуем туда вот пойти. Это очень опасно. Вообще, захват Белозора это какой-то бред. Просто в стане врага, по сути. Но, с другой стороны, насколько это, блин, красиво. Ну, не знаю, насколько это. Ладно, давайте побольше посмотрим. Так, что у нас тут? Мой повелитель. Мой повелитель. Так, возвращаем. Да, у нас город нигде нет. Давайте я посмотрю, что у нас вообще происходит. Денег нету, кстати. Когда денег нет, это плохо. Сначала была такая реклама с Якубовичем. Я не даю Аркадьевичу, грустно от того, что вы до сих пор не были заделки. Мне то же самое. Мне грустно от того, что у нас нет. Так, тайного агента надо перебросить новенького. Давайте попробуем проникнуть. Как будет? Ну, не знаю, но вот опять-таки, то есть, у них в Лептис Магни уменьшается население стабильно. То есть, ну, в теории, должна быть хорошая ситуация. Армию, по идее, не должны никуда дернуть. Надеется, что не дернут. Так, а, слушайте, нифига, в Спарте это же мой флот блокирует. Афинский. Точнее, афинский город мой флот блокирует, а не греческий. Грец, греки меня заблокировали в этой бу. Балочи, конечно. Блин, что-то греки вообще, вот, бузят не по делу. Они, по идее, на брутов должны быть озлоблены. А они, в результате, озлоблены на меня. Я не знаю, я такой офигенно хороший. Я ж такой офигенно хороший. Так, ладно, мы можем штурмануть Аполлонию. Так, ну, второй раз я эту ошибку совершать не буду, конечно. Я не вижу смысла пока штурмовать Аполлонию. А вот если они выйдут на поле боя, вот там я анаграмм поработаю. Давайте пока не будем ничего делать. Это, конечно, Лука Квинтелиан может подойти и нас снести. Но даже если он снесет, это мне уже будет легче. Я подойду уже более опытной армии. Все, давайте-ка ее, наверное, вот так вот попробуем. Как-то развернуть. Так, к Ювауму я иду на помощь. А здесь над новой армией формировать? Могучий полководец. Вперед! Господин! Марш! Приказы. Могучий полководец. Как-то так. Как-то так. У нас армии уже начинает не хватать, на самом деле. Но, в принципе, захватить Бортэскольм и Даммэ мы точно сможем. А вот на то, чтобы броситься на следующий уровень, то есть это Готи, Маркоманов, Поселение и Лавазиц, вот тут уже не факт. Но захват Аквинкума это очень хорошо. Я выполню любой приказ. И вообще, в принципе... Я слышал, не видел. Вопрос, куда войска из-за Клинкуму вытаскивать? Это очень непраздный вопрос, потому что есть вариант пойти на Лавазиц, можно пойти, на Поселение Язиков, на... Ну ладно, на Паралис не особо, но можно и на Белозору. Вообще, на самом деле, как бы она не звучала, на все-то и направления есть аргументы из-за и против. Вообще, главный аргумент пока что против, это то, что ей непонятно, как вытаскивать войска из-за Клинкума, потому что тут со всех сторон могут напасть. Я вообще не особо полагаю, понимаю, то есть, как мы будем оборонять этот город. Но сначала, наверное, точно надо разобраться с Ювавумом, то есть, отобрать его обратно, потому что сейчас его, очевидно, захватят. И потом уже будем потихоньку разбираться. Ладно, давайте ход. Наверное. Пиколись, конечно, я что-то. А, вот что я упустил. Надо атаковать и сражаться. Лучниками перестреливать. Вперед. Видите, забыл. Так, ну поехали. Надо лучниками отфигачить. Отприходовать, так сказать. Бритов. Давайте нормальную погоду. Так, я ничего не придумываю особого интересного. Расставляюсь, не знаю, максимально стандартно, как только это возможно. В принципе, моя задача сделать так, чтобы лучники начали стрелять. Могу понять, вы вообще стреляете или нет? Возвращаетесь обратно. Так, ну они поджали хвост и бегут. Стоит ли нам кавалерии попробовать кого-то добить? Давайте попробуем. Попробуем добить. Видите, я послал лучников сюда, а вось они успеют хоть по кому-нибудь дострелять. Лику, конечно, не факт, но... Вы промахиваетесь, ребята. Ну всё, они побежали. Давайте дальше. Тут уже лучники как раз-таки отработают. Ну хрень полная, потому что они убежали. Да, ну мы половину отфигачили, небольшие потери, но очень-очень много мы упустили, конечно. Ну они просто сбежали, чё, я же не могу... Чё я могу поделать? Вот я не знаю, куда эту армию послать. Осадить Дамме или осадить Батавадур? В хорошем, вот эту армию надо вытаскивать. Приказы. Эту армию, по-хорошему, надо вытаскивать. Её. Но, наверное, всё-таки эту армию лучше Дамме осадить. Потому что это одним ходом. Я уже следующим ходом возьму Дамме и смогу отправить часть подкрепления в сторону Брата с Гойма. Вот теперь ход. Да, ну как я и ожидал. Я знаю, что сейчас я жалею, что я флот сюда не подогнал, чтобы они могли отступить. Ну погнали. Скорее всего, поражение будет сейчас. Но нам нужно нанести большой урон. Так, начнём размещение войск. Блин, мы стоим на склоне. Это очень плохо. А дельеф? Леф не отображается. Это обидно. Да, мы стоим на склоне. Нас просто готовятся сбросить в море. Это, конечно, негатив. Это негатив. Ладно. Давайте пока что вот здесь будем собираться. Так. Так вот становимся пехотой пустыни. Так, всё. Это будет наш ударный кулак, который будет... Валерий, уйдите, пожалуйста. Который будет стрелять. Хочу его поставить... Можно ближе. Да, блин. Это бесит. Вот здесь такая проблема, что анагры не вставятся, если уже есть анагры. Потому что я же их и переставляю. Ну вот. Так, кавалерию здесь. Даже скорее вот сюда куда-нибудь. Я хочу попробовать кавалерию завести сзади и уничтожить генерала, чтобы появилась возможность выиграть этот бой. Враги показали, как они трусливые. К ним прибыло подкрепление, как будто дело только в количестве. Ну, дело, конечно, не только в количестве, но оно может и решить. Так, по нам пошли носить урон. Так, кавалерия, давайте побыстрее чуть-чуть. Да, по нам очень быстро активничают. А моя кавалерия очень сильно отстает. Блин, когорта легионеров, в которую мы просто влетели. Да не надо вам с ней сражаться, идиоты. Так, анагры. Вы меня что-то очень сильно напрягаете, потому что я попросил вас атаковать вот сюда, а вы стреляете хэмпами куда. Да, но я уже вижу, что мы проигрываем. Просто потому, что нас очень активно обошли. Попробуем исправить эту ситуацию. Не, анагры просто пуляют, фиг пойми куда. Генерал, стоять. Ты тоже стой. Всё, вперёд, пошли. Уничтожайте генерала. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Так, ну здесь уже совсем кавалерия заходит сзади. Лучники, давайте туда и огненными стрелами ведёт. Хорошо, жертвуем этим отрядом. После того, чтобы остановить наступающий порыв. Так. Здесь мы пытаемся уничтожить римского генерала, но, к сожалению, он просто не дофтит принципиально. Нет, вот он побежал-побежал. Ну. Есть! Боги, ну... А, отлично. Так, эээ... А, тут уже все побежали, да? Да, тут уже все побежали. У меня осталось только кавалерия в печи. Ну чё? Кому мы атакуем? Давайте по принципам они вроде самые слабые. Вперёд. В общем же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести своё войско к неминуемому поражению. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте нажимаем на когорту. Ну, я смотрю по тем войскам, которые уже ослаблены боем или чем-то ещё. Не-е-е, они просто перемалывают нашу кавалерию. Как-то делать. Ладно, давайте, тут третья скорость. Всё, что и так понятно. Ну, 246. Ну, на самом деле, можно было бы урон нанести получше. Но не получилось. Наверное, главное, знаете, в чём проблема? Что очень хорошо они кавалерию сбоку поставили. И прям мне этот фланг, вот, опять-таки, да, правый, опять-таки, вот, правый фланг снесли. Здесь даже можно увидеть вот бои. Увидеть чётко, что вот именно правый фланг прям жёстко смотали. Ну, ничего страшного, в принципе, это было закономерно. Я не расстраиваюсь. Они ещё и отступили даже. Зачем вы это сделали, непонятно. Так, я чё-то нихрена не понял, чё произошло. Тридцать три года для Раисы, самое оно. Так, ладно, итоги периода. Минус девятнадцать тысяч, очень плохо. Самая ростная фракция Египет, объявление фракции. Акхат. Вершеннолетие в Карфагене. Так, выведем его. Так, сообщение о стоите окей, сообщение на более хорошо. И совадимное торжество. Обдишмун. Так, ну здесь давайте перебросим. Потому что ему уже 57. Возраст позволяет эффект управлять местаной. Поэтому вот так мы сделаем. Так, а ты у нас кто? Внешнее благородство, понимающий стратегии, но при этом и спокойный. То есть у него... Ну он влиятельный. Можно его в тенге перевозить? Чернет, знаете, чё я хочу? Какого у тебя в карту... Нет, в карту у нас уже есть правитель. Ну я даже не знаю, куда его перебросить. Править. В Димидии. Давайте перебросим его в Димидии. 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 Так-с. Ну разбираемся тут. Ситуация. Значит, для начала надо посадить флот. На мель. Так, теперь. В Сираку... В Сидейстике у меня шпион создан. Отлично. Очень хочу, чтобы этот шпион перешел сюда, потому что... Крена я не вижу. Так, значит, давайте разбираться тут по порядку. Значит, тут мы продолжаем преследовать... Ты Юля? Нет, конечно. В Димидии и Октавия. Так. Тут. В Ботоваду. К сожалению, все еще бунтует. Так, ну давайте, наверное, в Ботоваду сделаем... Просто выведем войска. Ай. Могу пока. Пока не могу. Так, давайте возьмем домен, наверное, сейчас. Аклинкум укреплен. Это не страшно. Так, давайте разбираться тут. Значит так. Здесь я хочу высадить все войска. Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Да, великий господин. Все на берег. Господин. Приказы. Займемся переобучением. Господин. Значит так. Пока что потихонечку я собираю войска около салона. Вперед. Наверное, давайте вот мы сейчас около салона все войска соберем. Те переобучим. Сформируем костяк. Ну, так скажем, несколько армий ударов. И пойдем на Аполлонию. Потому что что-то Аполлония, конечно, очень качественно отбиваются. Так, а, у нас тем временем оказывается в осаде. А, это тот же Август Максимилиан, да? Который меня вот здесь атаковал. Или нет? А, нет. Это другой Максимиан. Миан, а не Максимилиан. Давай-ка ты научишься. Нет, ну здесь я не хочу никого атаковать. Я хочу здесь просто посидеть и поняжиться на полнышки. Да, великий господин. Пока здесь все снимем. Значит, что здесь? Пока что в Спарте тогда ничего не делаем. Просто сидим, отдыхаем, расслабляемся. Ждем, когда они на нас нападут. Так, по городам. Да, вот что я хотел сделать. Это посмотреть у нас бунты. Так, торрент. Торрент побунчивает. Это, конечно, меня так раздражает. Это все. Можно дипломата? Так, все. Я хочу начать все эти армии просто подкупать. Я знаю, что на это уйдет много денег, но... Торговлю они нам убивают. Приказы. Так, тут. Тут. Продолжаем собирать войска здесь. Ну что, давайте возьмем домы. Одни прачники. Да, в принципе, здесь боевая группа, 109 человек. Мечников 5. Все остальное это лучники. Ну, там, прачники и стрелки. Ну, окей, у меня тоже в основном стрелковая армия. Посмотрим, чьи стрелки будут... Так, начинаем размещение войск. Значит так, че мне потребуется? Да, в принципе, одного тарана мне вполне хватит. Пехоту сюда. Лучников и прачников. Туда. Сейчас их будем располагать. Вот так. И кавалерия идет сюда. Так, начинаем битву. Сразу же пауза. И поехали. Значит так, вы ломаете тут. Отряды. 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 Бегом. Барш. Отряды. Отряды. Ведет. Небольшой урон мы понесли Ну, что поделать Так, а я не понял Ну, лучники, давайте, стрельба Окей, хорошо Давайте вот так сейчас перестроимся Сейчас как только откроются ворота Они просто начнут волной сносить Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Молодец-молодец-молодец Так, пауза Так, сюда И Так вот лучники на первой скорости Вперед Немножечко под башней прошли Но я думаю, что это не так страшно Так, минутку Потому что у меня такое ощущение, что вот этот отряд абсолютно забыл Что ему нужно сделать Не стреляйте только пока что Куда вы побежали? Можно узнать? Да вы перестроитесь или нет? Господь помилуй всех вас Чтобы я потом не устроил вам куськину мать Всё, давайте Дельба Всё, молодцы лучники Давайте Разбирайте всех, кто тут подходит к нам близко Люди потеряли мужество Да, Нестин погиб Здание захвачено 6 на 55 Давайте здесь просто перестроимся Лучниками Всё, стреляйте во все стороны Ну чё, не достаёте? Лучники 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 Стоять Отходите Совершаем битву Но они не выполнили мой приказ Вот этот отряд не выполнил мой приказ Ну чё, 414 на 77 Мы победили Один отряд получил опыт Потери, конечно, многовато Можно было поменьше Но уж чё поделать Но самое главное, что армию мы в принципе в целом сохранили И город наш Всё, мы взяли доме Зачем я вас поздравляю Ну, жителей, естественно, уничтожаем Потому что их здесь много А город слишком нестабилен Так Минутку Мой повелитель Могучий полководец Приказы Для того, чтобы можно было всех сразу переобучить Хорошо Так, ну вот мы взяли доме Важная точка На карте На самом деле Потому что Потихонечку Полигонечку Мы Это можно сказать Остался Ну мы к Германию Да, мы взяли Германию Потому что Бортасгойм Это уже Дания Территория современной Дании А вот это уже всё-таки Территория современной Польши Так что Всё, Германию Германию мы взяли Так, здесь В эту сторону мы идём Мой повелитель Мой повелитель Здесь Ну да Такое Корабли готовы Корабли готовы Заблокируем Флот Здесь уничтожим Приготовиться к бою Да, мой господин Да, мой господин Так, тут Переобучение Да, дипломатам Пора всё дело покупать Достало уже Ну что Ход Или Что-то я забыл Пухать деньги В строительство Не, ну можно Немножко Немножко Можно Так, давайте Паньки Стрир Паньки давайте Нармон Марти Словное место Угдун Пани Аквинку Нечего строить Мисана Ну, давайте Академию построим Для молодёжи Астурика Пани Оскор Давайте Лобное место Почему Аремин Лобное место Ну, штаб Тайной полиции Олесия Пани Карфаген Хватит Пашу же Стройтесь Так Акваген Конечно По численности Снеги 30 Ты ещё Пустился Но он всё равно Третий Третий Город Что забавно Но он всё равно Третий Город Фапси Ну, давайте Фапси Ещё Пить пищу Я закажу Конец Хода Не получилось Так, Митяш в Дамме Митяш в Батавадуле 37 лет А Таис Хороший командир гарнизона Согласен Город расширяется Нептэ Мои поздравления Ну, наконец-то Ну, наконец-то Самая здравствая фракция Мы Объявление фракции У нас расширение свита Итоги периода Минус 1850 Сообщение о ставительстве Отличное Сообщение на боре Ещё лучше Так, а где у нас Это самое Мой повелитель Свадебное торжество-то Приказы Приказы А-а-а! Вот оно Ну что Смотрите-ка Наш Китрец-то Китрец, он повернул в сторону Потави Он через Юва, он пошел в сторону Потави Ну окей, давайте, хорошо Попробуем Стоит ли тогда вот это... Я просто не знаю Вот эта армия справится с атакой на Потави Или нет Мне вот просто интересно Мой повелитель Уходим Могучий полководец Мой повелитель Вперед Господи Я посмотрю тут Наемников Могучий полководец Вперед Просто не знаю, имеет ли смысл эту армию Потому что я ее на лавазиц бы развернул А может быть даже бы в сторону Поселения Езигов Но не знаю, не знаю Ладно, сейчас давайте подумаем об этом Так Значит так Тут еще у нас продолжается переобучение Мой повелитель Давайте вот эти два распустим Мой повелитель И объединим их просто, чтобы они не решались Могучий полководец Марш Все Дальше они переобучатся И Окей Могучий полководец Капитан секунд Ну мы его оставим тут Спарту Ну Спарту осаждают Ну так осаждают Осаждают Господи Я Не Да пожалуйста Сколько угодно Главное, чтобы они Не использовали Читерскую тактику А они не используют Они Лестницы Тараны Пожалуйста Это сколько угодно Так Хороший вопрос у меня Состоит в том Что же делать с этой армией У меня одновременно столько идей Одновременно много И одновременно Нету Так Ну что у нас тут 320 человек 60% Приказы Так Здесь у нас немножко войска набирается Приказы Можно их вот так вывести Приказы Обозначить его Сергею Что Надо двигаться Так Подожди Стоп М Нажмем Было побыстрее Так Значит Смотрите Что у нас сейчас происходит Нужно взять Бортесгольм Вот этой армии Но лучше Эту армию сначала Переобучить Вся проблема в том Что Давайте вот этого Я оставлю В Ботовадуре Успакую Ситуацию Хочу немножко Задобрить город Чтобы не так было В нем Все фигово Вообще Ладно Все Отправляю эту армию В доме Я хочу ее переобучить А здесь Из Бортесгольма Надо вывести войска А Как я их выведу Когда в доме Тоже бунты Мой повелитель Из крестьянной муды И все Сейчас Немножко Мой повелитель В общем Ладно Короче Здесь уже Сергея Оставляю Тут он пускай Разбирается Переброшу В Ботовадур Армию И Я думаю Что Я думаю Что в Ботовадуре Это когда она дойдет Она успокоит Ситуацию Плюс здесь еще Наймем Очень нормально Все Так что у нас тут Готовы поднять паруса Тут у нас продолжают Наниматься войска Давайте кавалерии Наймем Три штуки А потом парочку Флотов Вот такая вот Интересная ситуация Здесь Я вижу Развитие событий Мой повелитель Вперед В принципе Сразу уже Хрен с ними Слух Перебросим Переобучим Так Тут у нас Да 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 Дипломат Нихрена себе Стоит больше Семнадцати тысяч Да Но это конечно Пока мы Грецию Не захватим Ясно Получается Пока не получится Купить Купить Не получится Могучий полководец Чё ж тут то делать С одной стороны Вот я просто хочу Чтобы вы понимали С одной стороны Ну вот В принципе Вот это армия Да Блин Надо вообще посмотреть бы Что это за армия Могучий полководец У меня тут шпиона нет Нигде В принципе В принципе В теории у меня тут Есть армия Она может справиться Она не обученная Конечно Я Согласен Здесь я хочу Что-то мне нужно Сделать Валерию Давайте кавалерию Нагрой Потом уже В теории Я согласен Действительно Здесь вот эта армия Может не справиться Потому что она Неопытная Но с другой стороны Ну Послушайте Ну осадят они Потавий Но в Потавии Стены Каменные Это уже какой-то Плюс Правда Они осадят уже Следующим ходом Потавий Они осадят Потавий Следующим ходом Я не успею Этой армии Подбежать к Потавии С другой стороны Если мы будем сражаться На карте сражения Мы будем сражаться На карте сражений Пока не буду Штурмовать стену Эту армию Я с другой стороны Просто заведу Просто не знаю Я вот эту армию Ну сейчас я пока пошлю Это такой длинный поход А потом еще и возвращать ее А тут она Гра Они медленно едят Ездят Я бы прям Я бы с удовольствием Развернул нахрен эту армию С другой стороны Вот сейчас понимаете Они хоп И развернутся И обратно на юва Вон пойдут И что тогда У меня две армии Брошено в погоню Против капитана Кнея И получилось так Что Обе армии То есть я вынужден Зажимать Их тиски Двумя армиями При том что Хватило бы одной Ну кстати А если они пойдут На ювау Так я и эту армию Пошлю на ювау На помощь Вон давайте я их разверну Это опасное решение Но повеселимся Я Разверну эту армию И пускай Она идет сюда Не на ловозит Ловозит там Маленький гарнизон Нечего там делать Абсолютно А вот Мои уши ваши Никто меня не увидит Вот так давайте Да сделаем А вот На поселении Язиков Или На Белозору Или вот сюда вот Да то есть В эту точку Да давайте Перебросим Шпиона Будем здесь Наблюдать Что происходит Здесь Фессалоники Ладно В общем короче Вот эту позицию Я оставляю Сергею И пускай он дальше Уже сам разбирается Я вот вам Свои действия Свои мысли Сказал Давайте на этом закончим В общем В общем то Значит Здесь Обороняемся Тут Разворачиваемся Здесь Ну опять таки Я сделал все что мог Кстати А что у нас тут Секундочку А вот Что нам надо сделать Все Следующим ходом Мы решим Этот вопрос Так В общем давайте Подведем итоги Итак Значит у нас 42 региона Под контролем Осталось захватить Еще 8 Сражение выиграно 378 Проиграно 39 Ну в принципе Плюс минут Мы идем Главное что Так по финансову У нас огромное количество Армий 52 тысячи Ну и торговля Прибавилось 34 То же самое касается И сельского хозяйства И налогов Но самое главное Что сейчас Наши армии Все таки Переходят потихонечку В атаку Во всяком случае Вот здесь Мы уже что то Начали захватывать И самое главное Что около салона У нас уже такой Большой костяк Я надеюсь что Сергей Допереобучит войска И я ему обозначу Вот сюда Что все войска Идут на переобучение Вот И после этого Здесь формируем Ударный кулак И поведем войска Захватим Так А дипломатия Ну понятно То есть Здесь по моему Все как было Так и осталось Да Третьяческие города Воюют А Египт Совсем под это Воюют Так единственное Что я хочу посмотреть Так это Тут пока Ничего не изменилось Как бы Как было Так все и осталось Ну окей Хорошо Так И напоследок Так я А вот Еще Забываю Вечно Отказать вам Протокол городов Нептэ наконец-то Перевалило за 2000 Все изучайте на паузе Кому интересно Так Ну а я показываю Свиток остановки фракции Итак Значит мы на первом месте Египет потихонечку Приближается к нам Со второго Бруты на третьем Скифы на четвертом Британцы Упали на пятое А греки Приметраются К шестому Итак По военной силе Египет все еще Не досягаем Мы все еще Не самая сильная фракция Но у нас да Военная сила Начала активно расти Британию Мы вообще уже Просто опустили в ноль С брутами Пока что тяжело идет По производству Ну тут все понятно По территориям То же самое Да кстати Единственное Что по территориям Заметьте Британцы Хуже Территория По финансам Мы на третьем месте Просто Недосягаемое Количество денег У брутов У них уже В районе 200 тысяч Просто космическое Количество Ну и по населению Мы приближаемся К 600 тысячам Египет приближается К 480 тысячам А бруты Приближаются К 240 Кстати забавно Что на четвертом месте Скифия 120 Вот так вот Ну сейчас по общему балансу В общем на этом все Давайте я сохраню Давайте я вот здесь Сохраню Сергею Можно и seeing Врук И говорим Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Свидем про нас Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на группу ВК Ссылка в описании Также подписывайтесь на канал Сергея Шкойдурова Ссылка на его канал Есть в описании И следующая серия Выйдет там А я с вами встречу Через серию Всем большое спасибо За просмотр Всем удачи Стречусь Через Как я уже сказал Серию Плейлист Всеми сериями Осортированными В幸 В общем Что я вам рассказываю уже 50 какая-то, четвёртая серия, вы уже и так всё... В общем, всё, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!